Сегодня рассмотрим один из лучших анализаторов, которому нет альтернативы. Возможности его безграничны, есть даже пасхалки, пресеты для стриминговых платформ. С ним удобно работать, он не нагружает процессор. И все это есть в одном плагине, который ты сейчас видишь на экране. Изначально, когда запускаешь инструмент, он выглядит в белой теме. Рассматриваем возможности на профессиональной расширенной версии, но в бесплатном варианте тоже можно работать, но функционал будет ограничен. Множество функций, которые сейчас можно посмотреть в расширенной версии, просто недоступны. Здесь же можно спрятать основное окно анализатора, переключить на темную тему. Лично мне более комфортно работать в темных тонах, да и в целом как-то он приятнее выглядит. Также можно спрятать область, которая показывает уровни по дистрибуции. То есть, если мы делаем мастеринг для YouTube или для iTunes, то при выборе пресетов, например, на Apple Music, в этой области будет показываться, насколько превышен общий баланс, насколько он не подходит для публикации на этой платформе. Как это сказывается на звуке, если мы сделали мастеринг, но на выходе балансы выходят в красную зону. Публикуя этот трек на Apple Music, он пропускает аудио своим, так скажем, движком, немножко поджимая, балансируя звук. И то, что было изначально зажато, оно будет еще сильнее сжато в кирпич. На фоне других треков это будет не совсем корректно. Вторая версия анализатора получила очень комфортный пользовательский интерфейс. Его можно растянуть. Как пример, сделаем изображение с теми графиками, что есть сейчас на экране. Таким образом предоставляется анализ готового трека. Например, мы сделали мастеринг. Клиент попросил предоставить информацию по тем уровням, которые получились на выходе. Если поставить цифровую площадку YouTube и посмотреть, насколько этот трек готов, чтобы его опубликовали на этой платформе, можем видеть, что уровень превышен. Как исправить уровень, если, например, выполняется мастеринг? Последним инструментом при мастеринге, который выравнивает общий баланс, является лимитер. Поскольку здесь я использовал готовый трек, он взят с общей библиотеки YouTube и без авторских прав, повлиять на то, как сильно поджата громкость, я не могу. Но сейчас с этой дорожки звук идет на мастершину. На мастершине стоит анализатор. Если я сейчас при воспроизведении не могу вмешаться в то, насколько он сильно поджат, максимально корректно будет просто уменьшить громкость 4 дБ. Можно видеть, как на анализаторе стал меньше уровень Loofs. Экспортируя его при мастеринге в более легкой форме, он бы подходил для площадки YouTube. Только стоит обратить внимание на то, что помимо общей громкости, еще нужно смотреть на ширину, качество сведения и другие цифры. Существует также скрытая пасхалка, которую разработчики поместили внутрь этого замечательного анализатора. Нажимая на логотип, открывается игра. Старт. Вот такая замечательная минималистичная игра, на которую можно отвлечься. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok